ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Затем пару моментов имел Макс Интер, но забить также не удалось. Далее пришел черед юности атаковать. В одних ситуациях молодые футболисты были неточны, а в других Макс Интер выручал вратарь. К слову, голкипер Красных в этом матче был на высоте. На перерыв команды ушли при сухом счете. Зато голы были во втором тайме. Не прошло и 15 минут, как юность пропустила дважды. В первом случае Макс Интер поймал соперника на контратаке. А во втором, своими индивидуальными способностями блеснул нападающий этой команды. Третий мяч Макс Интер забил и вовсе практически беспрепятственно. В силах футболистов юности было только забить гол престижа за несколько секунд до конца встречи. Итог 3-1 победа Макс Интера. А тем временем мини-футбол выходит на открытый воздух. Стартовал Кубок Гагарина – первый турнир весенне-летнего сезона. Соревнования, посвященные Дню космонавтики, проходят уже в седьмой раз. В этом году играют 18 команд. Формула стала уже традиционной. Участники разделены на шесть подгрупп, по две лучшие команды, затем выходят в финальную стадию. В стартовом поединке турнира встречались молодежь колледжа градостроительства и бизнеса и команда «Атлетик» в полосатых футболках. Что можно сказать об этой встрече? Игра шла в одни ворота. По идее, давить соперника должен был колледж градостроительства. Все-таки в его составе есть футболисты даже из дубля Амура. Но вышло все наоборот. Команда, которая взяла себе имя известного испанского клуба, разгромила соперника. Первый тайм закончился со счетом 5-0 в пользу «Атлетика». Колледж мало что создал за это время, а то, что сконструировал, никак работать не хотела. Вторая половина игры стала отражением первой. В воротах градостроителей побывало еще четыре мяча. В свою очередь студентам удался единственный гол в концовке встречи, общий счет которой 9-1 в пользу «Атлетика». Где служат самые крепкие сотрудники? В Благовещенске в рамках областной спартакиады коллектива физической культуры спортивного общества «Динамо» прошли соревнования по рукопашному бою. Накануне в спортивном зале «Динамо» собрались бойцы, представляющие 9 команд областных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, службы судебных приставов, наркоконтроля и погрануправления. Более 60 спортсменов различных силовых подразделений области соревновались в 8 весовых категориях – от 60 до свыше 90 килограммов. Для большинства из здесь присутствующих рукопашный бой – это не только вид спорта, а неотъемлемая часть службы. Несмотря на серьезную профессиональную подготовку и высокое спортивное мастерство участников, в командном зачете лучшими стали сотрудники областного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Второе место заняла команда УМВД, третьими стали специалисты пограничного управления ФСБ. По результатам личных выступлений среди победителей – Александр Поленов, Никита Басун, Сергей Баранов, Алан Баликоев, Максим Феклистов. Данные соревнования также являлись отборочным этапом на мастерский турнир по рукопашному бою, который пройдет в Хабаровске с 24 по 28 апреля. Телеканал «Спорт Благовещенск» для информационного агентства «Порт Амур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова